Я бы гадал, что это из-за того, что вы использовали. А? Научного использовали. А? Научные использовали. У-у-у. Итак, да. Личный фонд Кирилла Тимофеевича Хлебникова поступил в государственный архитект Ромского края из архива Кангура в 1911 году в виде россыпи документов, не подвергавшейся научной обработке. Согласно ряду свидетельств, в течение столетия, которые рукописи провели в Кангуре, часть документов была утрачена. Об этом мы уже слышали. Так как длительное время, с середины 19 века, до начала века 20-го, они хранились в недвижащих условиях. Отправка всех рукописей в фильм гарантировала как приведение в порядок, так и будущее использование в научных целях. Кроме того, остается надежда на то, что какие-то бумаги из первоначального собрания еще будут обнаружены и добавлены, то есть или копии к существующему фонду. В 1952 году была произведена первая обработка формирования и писания дела. Эта работа, как отмечалось в дальнейшем, не была выполнена с должным вниманием. Всего было составлено 45 дел. Их заголовки не отражали разнообразное содержание всех подшитых документов. Похоже, что главное струднение, которое помешало архивистам тех лет качественно обработать дела, заключалось в необходимости чтения рукописи начала 19-го века. Подчас очень не распорчено. Кроме того, при первоначальной подклейке листов дела, небольшая часть текста, попавшая под воздействие клея, была утрачена. Не было проведено срока тематической и хронологической систематизации, что в последующем затрудняло изучение документов. Вновь образованному фонду был пресловлен номер 445. Первым исследователем документов фонда Хлебникова в Перми стал Борис Николаевич Вишневский. Издавший в 1957 году очень популярную монографию «Путешественник Кирилл Хлебников». Она была отпечатана в Пермском книжном издательстве. Все замечательные люди при камне, объем 60 страниц. Эта работа насыщена цитатами из многих източников, иллюстрациями, с копиями рукописных документов, фотографий, зарисовок и карт. А повествование в увлекательной форме раскрывало жизненный путь Кирилла Тимофеевича с акцентом на совершенные путешествия. Профессор Вишневский имел обширные научные интересы, включая антропологию, археологию, географию. Но особое место занимало мало для него изучение Русской Америки. Разработка этой темы, в том числе на базе источников фонда, Вишневский занимался с 1953 года. В том же году в журнале географической серии «Известия Академии НУК СССР» он опубликовал статью под заголовком «Материалы архива Кирилла Тимофеевича Хлебникова, представляющие интерес для истории географии». На луне интереса к историческому знанию в 60-е годы средства массовой информации стали уделять больше внимания документарям. Появление местного вещания на теле и аудиторию позволило рассказать прямикам о фонде Хлебникова с экрана. В 63-м году была подготовлена телепередача «Личный фонд Хлебникова». Растальщиком выступала директор архива Клясова. Выступление строилось вокруг биографии фонда образователя, демонстрировались подлинники и карты. А в финале зрителям предлагалось внести свой вклад в спорт документальных свидетельств актуальной эпохи. За время существования фонда 445 в архив неоднократно поступали запросы о предоставлении подлинников и копий, имеющихся в нем материалов. В августе 64-го года по запросу Центрального государственного архива военно-морского флота Ленинг из Венинграда для снятия микрофотокопии отправляли дело журнал, введенный на бриге Головин в 1822 году флота Мичманом Храмченко. Капитан-лейтенант Василий Степанович Храмченко это флотский офицер, знакомый Хлебникова, участник многих экспедиций. В 1984 году для практического использования, как указано в документе, Институт этнографии имени Миклуха Маклая запрашивал негативную пленку 478 кадров микрофотокопии документов Хлебникова. В течение 1987 года отдел внешних сношений и главного архивного управления при Совете Министров СССР получал во временное пользование 10 дел фонда с документами, касающимися географических исследований и истории Русской Америки. Потребность в повторной научно-технической обработке фонда была реализована в 1972 году. Технические работы представляли собой расшивки и расцементирование, реставрацию части листов, переблет в соответствии с новым распределением документов. Из прежних 45 архивисты сформировали больше 400 отдельных дел, объединенных в 7 тематических групп. Служебная деятельность Хлебникова, его рукописи, история российско-американской компании, переписка, материалы о Хлебникове. Документы его родственников, фотокопии, полученные из архива в городе Тарту. Того словом, из Эстонии о документах уже упоминали, что там, да, из Фонда город Варангеля. Дела в каждой группе были упорядочены по хронологии, а раздел с личной перепиской получил обфобитный порядок. Копии, полученные из Тарту, дублировали документы, вышедшие из-под пера Кирилла Тимопелевича. Находились они, ну и сейчас находятся в историческом архиве Эстонской Республики. В том числе его путевой дневник за 1800 и 1838 годы. В процессе подготовки научно-справочного аппарата фонда были сделаны описания вновь сформированных дел, составлен новая опись фонда, именной указатель. Дополнительно, для удобства будущих исследователей, архивисты собрали список опубликованных тому ментор работ Хлебникова, как его еще назвали, «Летописцы Русской Америки», и литературу о нем, хронологию жизни Хлебникова и детальный обзор фонда. Обзор фонда был составлен в июне 1972 года старшим научным сотрудником Леоном Сергеевичем Кашихиным. Замечание к обзору дал Леонид Авельевич Шур, исследователь фонда, автор ряда публикаций о истории Русской Америки. Все дела фонда прошли резервное копирование с помощью снятия микрофильмов и получили статус в архиве особо ценных документов, ну или, как мы говорим, между собой ОЦД. А с появлением цифровой техники были сканированы. Фундаментальная наука в части исторического знания о Русской Америке благодаря изучению фонда была дополнена членами Российской Академии наук, ну и Советской еще Академии наук, Розой Гавриловной Ликуновой, работал с фондом в 1978 году, и Светланой Григорьевной Федоровой, а также канадским историком Джеймсом Р. Гибсоном, которые неоднократно приводили и анализировали документы Хлебникова в своих работах. Федорова работала с рукописами фонда в 1973-1974 годах, опубликовала множество научных работ, благодаря чему приобрела славу одного из ведущих российских специалистов в этой области. В 1992 году фонд Хлебникова стал объектом исследования главного хранителя архива Натальи Викторовна Хомельковой. Во время ее обучения на факультете архивного отдела РГГУ дипломная работа от Хомельковой, обзор документов личного фонда, государственного архива Пермской области, Хлебников Кирилл Димофеевич, тем корреспондент Петербургской академии НУ, 1784-1838 год. Эта работа подытожила всю предыдущую работу архивистов. С отсылками к конкретным делам автор проиллюстрировал ключевые аспекты в присутствии россиян в североамериканских колониях. В 1993 году с документами Хлебникова ознакомился Истомин, научный сотрудник Института истории Латинской Америки Академии НУ. В числе работ, опубликованных после 2000 года, в которых цитировались многие рукописи фонда, присутствуют как российские, так и зарубежные издания. В 2005 году в Москве вышел первый том сборника «Россия в Калифорнии. Русские документы о колонии Рос и российско-калифорнийских связях» в 1803-1850 годах. Составлением и подготовкой сборника занимались Истомин, Гипсон, Тишков. В том же году под редакцией Балхавитинова издали сборник Балхавитинова. Да. Николай, Николай. Издали сборник «Российско-американская компания и изучение Тихоокеанского севера» в 1815-1845 годах. А в 2014 году под заголовком «Рашн Калифорния» в 1806-1860 «History and documents» переработанный и переведенный сборник Истомина, Гипсона, Тишкова в двух томах был отпечатан в Лондоне. В английском языке, в английском языке. Несмотря на полувековую историю использования документов фонда, наследие Хлебникова сохраняет, по нашему мнению, значительный исследовательский потенциал. Он может быть реализован в исполнении оставшихся белых пятен в истории Русской Америки, конкретно внутреннего устройства российско-американской компании. В сборе этнографических и географических данных, в анализе образцов почтовой переписки, от особенностей лексики и почерпов до материальной части писем. В анализе ценных, но еще не публиковавшихся записей Хлебникова. Дальнейшая обработка материала фонда создает перспективы изучения семьи Хлебникова, каковой она была в первой половине XIX века. Большая часть документов, особенно личная корреспонденция, в первую очередь раскрывает многограммный образ самого Кирилла Тимофеевича как талантливого администратора, путешественника, ученого, просветителя. И потому может служить основой для серьезной географической работы. Ну и в заключение следует отметить, что чтение рукописей Кирилла Тимофеевича Хлебникова будет по-настоящему интересна не только специалистам, исследователям, но и самой широкой аудитории. Практически каждый читатель сможет найти в них что-то свое. В переписке Хлебникова с друзьями и родственниками обсуждаются вопросы, находящиеся вне прямой зависимости от исторического контекста, но неотъемлемо сопровождающие человеческую жизнь. В этих сюжетах читатель встречает проявления дружбы, любви, заботы о семье и близких, просьбы о помощи и прощении, сообщения о смерти, желание заключить право устроить личную жизнь и будущее детей, примеры интеллектуальной самореализации, размышления о контексте христианской веры и многое другое. Благодарю вас за внимание.